Здравствуйте! И снова с вами программа «Живое слово». Мы продолжаем говорить на этой неделе о Рождестве Христовом. В предыдущих программах я читал из Евангелия от Матфея, 1 глава, 18 стих. И мы поговорили о том, что Рождество Христово, оно всегда несет после себя, имеет какое-то продолжение, какие-то события начинают происходить прекрасные в жизни всего человечества и, конечно же, в наших жизнях. Также мы говорили о том, что в истории Христа каждый из нас мы можем иметь какую-то свою роль, какую-то свою часть в этом прекрасном божественном сценарии. Но сегодня я хочу прочесть из 19 стиха Евангелия от Матфея, 1 главы. «Иосиф же, муж ее, будучи праведен, и, не желая огласить, хотел тайно отпустить ее». Вы знаете, вот эта история, вот в этом сюжете истории или вот это действие Иосифа, мы должны задать себе вопрос, почему он поступал именно так? Иосиф – это прообраз обычного человека, человека, который пытается сделать что-то лучшее, чего-то добиться, что-то построить в своей жизни, чтобы что-то произошло. Он имел в своих планах стать мужем Марии и, наверное же, он планировал как-то себе семью. Но вот Бог вмешивается в планы этого человека и так часто, друзья, реагируем именно мы. Вот мы с вами, мы так часто реагируем именно на планы Божьи, на планы Божьего вторжения или вмешательства в нашу жизнь. Мы думаем, ну, пускай это произойдет вот как-то аккуратно в тайне, я не хочу, потому что я до конца и сам не понимаю, что происходит. Мне бы не хотелось, наверное, чтобы люди как-то посмотрели на это, не поняли. Вы знаете, если мы, мы-то знаем с вами историю до конца, если вы читали Библию, вы тоже ее знаете, что закончилось-то все прекрасно, и Иосиф, и Мария, и их вся семья, они были в дальнейшем, в последующем были благословлены Богом. Я хочу вам сказать, в вашей жизни, друзья, вам необходимо научиться познавать Бога и Его план и доверять Ему. Может быть, сегодня вы пытаетесь построить какой-то свой план, точно так же, как Иосиф его строил. Я хочу вам сказать, друзья, у Бога есть другой, у Него есть прекрасный план, у Него есть план, который действительно не будет понятен нам, но в сочетании с вашим доверием, как это было у Марии, в сочетании с чудной, чудотворной работой Духа Святого, в сочетании с прекрасным замыслом Бога, Он даст возможность, чтобы Христос, Иисус Христос, чей свет и чье рождение, чья история, чья жизнь, служение, оно изменило всю, весь ход истории человечества. Я желаю, чтобы этот Христос, Он воссиял в вашей жизни, в конце вашей истории с Богом. Мы увидимся с вами завтра, друзья. Пока подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк под этим видео, комментируйте и делитесь с вашими друзьями. Увидимся с вами. С Рождеством Христовым!